На Байкале она все отдавала для фронта. И вот в самое голодное время, это голодные вообще люди были на Байкале, все отдавали. Если корова есть, отдай и шейр, и молоко, и масло. Огород большой, семья большая, не хватало. И вот мама ходила по бурятам, по степен, по забайкальским, по даурским, меняла подушки, белье постельное на кусок мяса или какую-то гордочку, зерна. Вот так. У нас семья была большая. Для меня было много. Папа воевал с 21 градом. Старше меня все, никто не остался. Осталась я одна маленькая. Ну, потом, когда папа пришел, там все были детки. Ну, все так, ничего не могу сказать. Папа на время был медиком у нас. Ну, еще что, я не помню, но мама как-то сказала, что она, когда уходила на работу, то она меня на палате, она меня привязывала, чтобы я не могла ловить. Казачка. Вот и ползала. Я и еще старший меня там брак был. Вот она нас привязывалась, и мы, значит, ползали. По их опалашке. Вы расстали все на печках и на палате? Кто у кого они были? Да, палате. Вот я хочу хотела сказать. Вот Нина обиделась, да, конечно. Большое дело было Урал. И большое дело, конечно, как вот я хочу вспомнить. Мы когда тоже так же сидели, ну, я не буду фамилию ее называть, она, ой, ну, неужели уж вы такой суп ели? Я говорю, да, ели, а что? А мы вот в Ташкенте были, мы да без хлеба ничего и не ели. Так я говорю, милая, меня бы если в Ташкент сам отправили, я бы сейчас и не переживала бы, что я была ребенком войны. Ну, что, поскольку я жила на Уграде, в Краснодаре родилась, у нас был свой дом, естественно, значит, участие, я такого, конечно, не видела в голове. Раз картошка была, значит, все было, все. Но сестра у меня здесь лет старше, она, конечно, пошла работать в шахту, работала. А я что, мне два года, я ничего не видел, второй год более. Отец в школу оттуда взят был, из Урала. Но отца Баршалона прямо сразу высушил меня в голове, и не вопрос, писал, что Антон Васильевич видел, как все осталось. А потом вот что, ну, там получилось, что там, это же все, Куловой город, Урал, все равно, такого года, страхового не было, ну, посовка была, и не говорили. Вот так вот. Я там отец пришел служить, в 41-м, в июне война начала, ну, как бы, ну, мы же, я годом из Казахстана, северного Казахстана. Петропавловск? Да, Петропавловск. А, северного Петропавловск? А, северного Петропавловск? Ага, да. Вот, на 100-го я, а вот там, значит, ну, ладно, ну, я не, это самое, мама была, потом и дочь была, это самое, ну, мы жили в деревне, ну, жили, как жили все. Пахали, на кого бы, на себе, вот, ну, дети войны, я, мы рано начали работать, мы уже 7 лет в школу ходили, мы осенью, осенью ходили, ну, в школу не ходили, целый месяц почти, свою картошку копали, колхозную картошку копали, уборка начиналась, мы на бричках, на быках возили на элеватор хлеб, машин не было практически, вот. Ну, все так вот, закончила школу, вышла замуж, приехала сюда, 30 лет отработала на комбинате, 5 лет из них выделяю, и остальные горным диспетчером серверного карьера. Ну, все, в парке принципиально не вступала. Ну, как? Да, потому, нет, потому что сидишь, знаешь, что он долбак-долбаком, но на руководящей должности ты начальник, я дурак. Вот, понимаете, это были, они и сейчас есть. Ну, сейчас все-таки, сейчас все-таки. Ну, все, ребята. Родился 22 июня 1932 года. 1932 года. Вот, тогда. В другой деревушке северного Казахстана. Николай Иванович, повернись к нам. В каком районе? В Соколовской районе. Понятно. Сейчас переименовали все. В 42-м году отца забирают на войну. И в 42-м году он погиб. У мамы, я старше, младше и еще младше. Вот втроем. В 42-м вот так прожили мы. Еще картошка урожая был, а в 43-м урожая не было. А с японцами заканчивали. Там дядька родной брат моего отца воевал. Он в 43-м году, в 45-м, в 6-м году приехал. Где-то в январе собрали вот маленькое картошечко. Все. Вот погибает в городе, но ничего нет. Он нас увез в Карагандинскую область. Вот там я впервые за всю войну попробовал лепешку с настоящей муки. Вот там нам немец собрал и спел нам, аккомпанировал и пел. Сам раскинулось в Черное море. До сих пор помню эту фотографию. Чеченцы, ингуши. Мне казалось, что чеченцы так еще вроде находятся жалоби форматская. А чеченцы, ингуши, разговоры как ругаются между собой. Думаю, что такое. Послали меня зимой, где-то в январе, на приближенников в сани. Вот недалеко там, с Керда стоит, наберите сено привези. Поехал к Карагандинску. Там же нет гора, а вот только возвышенности. Недалеко вот такая возвышенность. Разложил, стал нагребать сено на сане. Поглядел, что-то на этой горке появилось. Два, три, четыре, насчитал двенадцать. Это, наверное, я подумал о волке. Быков, а быки были обучены верхом ездить. Я этого не знал. Веревку подлиннее, сажусь на быка верхом. И поехал в деревню. Страшно. Толпа эта вся повернулась и бежит за мной. Наверное, быка моего куснули. Он как дрянет. Я сверху на какого-то такого неприглядного волка упал. Вот тот как заорет мне своим голосом волочек. Стоять скачил. Я спасен. Вот такая пришла повестка. Надо, когда же набирали, надо же рабочих иметь. Повестка трутармия такая была. Мама говорит, нет, шахты тебя там убьют, задавить. Я отправил в деревню сюда, в северный Казахстан, в Петропавловск. Пойду по улице, летом по Пасхоровку лесника. Она мне достала, хозяйка, справку, что я закончил в четыре класса. Что-то еще достал. Выбирал специально, спрошел. РУ мне нравится. Как бы ФЗО не нравится. ЖУ. Перечень специальностей. Котельщик 20 грамм маска. Вот сюда и пойдет. На всю жизнь, уважаемая, запомнила фразу бабушки. Когда в 45-м закончилась война, мы, ну, там до 53-го садебленного, и мы пошли, чтобы в этом блендаже нам дали какую-то бумагу поделить. Николай Иванович, поставь подогреть по новой. Я бабушку спрашиваю. И вот воронки, там воронки, воронки, воронки. Так вот еще раз обидно. Тот, кто не видел этого, тот совсем другой человек. Я спрашиваю бабушке, почему одна воронка красная, глина такая, коричневая, а другая белая-белая? Ну, мы за известью пошли. Она говорит, эта земля, матушка, пропиталась кровью вот этих. Там миллионы их до сих пор находят. До сих пор. Я три года назад была и находила. Да, конечно. А вот эта белая, матушка, земля, посидела от горя. Я тогда не могла понять, как это. И вот обидно, только что скажешь. Чего ты пиалишься? Не хочется не говорить, это наша боль. Но к детям райны. Мама говорит, попроси сегодня порося. Судей. Послушай, что такое под ногтями? Как занозный. Вот колется, посмотрю, где-то ничего. Пришел домой, люблю спать опухоль. Голодная опухоль. Голодная опухоль. Погиб во время Великой Отечественной Церкви 31 августа 1942 года. Под Москвой защищал Москву. Значит, был он комсомольцем, был он коммунистом, в армии был полипрокон. В армии ушел, то есть на войну ушел, когда мне исполнилось 3 месяца. Жили мы в деревне. Жили, по сравнению с другими, может, даже и не хорошо жили. Всегда у нас была корова, хотя в семье были бабка, мать, две сестры и я. Молоко было всегда, картошка была, картошка была. Ну, помню еще и... Честненько. И собирали на поле мороженую картошку. В школу ходил я с первого по четвертый класс за два километра, до седьмого класса ходил за семь километров. Далеко очень. В то время, как был, дороги нет, зима-мороз. Вот. Значит, потом семь классов окончил, пошел работать. Работал в совхозе, с первого слесарем работал. Потом выучился на шофера, работал шофером. В армию призвали. В те годы брали 19 лет. В армию 19 лет у меня взяли. Служил в Германии, в ГДР шофером. Все на колесах было. В армии попадались такие офисы. Со старшего. Старший всегда ездил со мной. Частенько ездил в замполитполка. А замполитполка он всегда интересовался, чем занимаешься, как увлекаешься, чем увлекаешься и прочее, прочее. И меня настроил, что вот армию кончишь, иди учись. Я так и сделал. Армию окончил. И пошел учиться. Поступил в Горьковский автодорожный технику. Окончил Горьковский автодорожный технику. Стал механиком, дорожных машин и прочее, значит, транспорта. С обхозой работал, потом приехал в Качканар в 71-м году. Работал водителем автобуса. Потом меня назначили бригадиром. 10 лет я был бригадиром. Один раз висел на доске, на городской доске почета. за работу был награжден орденом знак почета. Между прочим, орден знак почета у нас получается семейный. Отец был награжден в 36-м году орденом знак почета. Мать была. Сохранился орденом? Да. В 35-м году мать была. И вот я. Молодцы. Молодцы. На пенсию вышел с нашего автор предприятия Пото. Пото? Пото. Да. Вот сколько и не знаю. Ну активную жизнь, по биздею всюду. Как? Вот одесса он тоже прошел. От Солинарада до тренинга вернулся хоть раненый, но живой. И сколько я у него не спрашивала, он не особо хотел рассказывать. Я говорю, это ад кромешный. И никому никогда не пожелаешь этого ужаса. Никогда. Он прошел всю Европу, все, много наград у меня всех сохранилось. А он не рожил от всех болезней, солдатских. 8 ранений не было. В пули, в секунду рожили. Это ОМАМ, а медсам-частье. В втором Стагоградском заводе работал. И после вот этого ужаса я выбрала университет в публике психово-идеологическое воспитание детей. 57 лет стаж. Работала на фирме лекарь, которая с другой. Который отдельный. Вы знаете, что я хочу сказать...